ладно поехали разговора добрый вечер василий приветствую вот но главное что василий но не чибисов мы как раз обсуждаем кейс хованского значит возмущаемся тому что собственно происходит есть какие то есть какая-то новая информация о том что происходит то есть потому что я думаю что эта тема больше всего волнует аудиторию в особенности мою новая информация смотрите тогда разбирали мое обращение некоторые коллеги ваши по цеху другие видеоблогеры спрашивали адвокаты первой волны 2 волны я не знаю ваша аудитория знает что было с адвокатами которые сначала занимались делом юрия там про контору там какие-то юристы там can кто их вообще нанял пиздец надо быть ебанутым то просто первая ссылка в интернете какие-то долбоебы которых хуйню воротят и прям сразу видно контора лучшие юристы . spp.ru что-то там да все я понял я снимаю первую волну да и в общем не самым лучшим образом отработали а в чем фишка вместе совмещать власова и светова в чем фишка даже вещи связанные с апелляцией с 22 работает над юриным делом я все время с ними на связи касательно чего-то нового смотрите когда была апелляция последняя значит судья мы судье предлагаю ну как не мы адвокат просил к делу значит прикрепить и рассмотреть соответствующим образом видео задержание юрия михалыча почему следствие казалось что сначала он был приглашен аля как свидетель по делу и уже место задержания было непосредственно здание средственного комитета по петербургу спасили как свидетеля а потом уже там непосредственно сестном комитете задержали так обычно и делается но весь смысл в том что когда к вам приходят с обыском ну я думаю что по-другому должны вести себя сотрудники они же не наркотики пришли из надо кстати довольно странно что его уложили не к опасному террористу вооруженному когда его морды но он по террористической статье правда идет так что тут хз и вот таким образом значит себя ведут понятное дело это вот одни одна из жалоб которая в принципе мне кажется можно было как-то дать огласку и все-таки всесный комитет вот несколько минут назад говорили про первого заместителя руководителя следственного комитета по петербургу какая-то мадам кажется вот лучше бы она дала оценку вот этому поведению следователей и непосредственно значит тому как все фотографии из его жилища которые сейчас выставили на продажу теперь уже значит тут просатились в сеть то есть то есть действительно продай продаются квартиры ну на авито и нациане есть объявления и насколько я понимаю по значит приборки так сказать внутри вот вряд ли у кого-то были бы эти фотографии уже после задержания с прибранными комнатами я с родителями из девушкой на эту тему не разговаривал стоп а чё там не хата хованского он ее снимал или чё с ней почему ее продают кто ее продает вообще там блять монитор 1 сотку стоит насколько я помню то есть мы смотрели какие там вещи у хаваныча у него компьютер пиздец какой мощный и монитор за сотку тоже где-то вроде ли тысяч за 60 за 70 за 80 монитор блять который меньше моих двенашек вот этих пятнашек но когда вот следующий раз будем созваниваться я наверно спрошу я последний раз ними три дня назад разговаривал пока мы вопрос не обсуждали теперь как бы самое главное давайте касательно самого дела сам холл продает зачем а в чем толк в чем смысл просто 45 лямов срубите можно суд столько вряд ли понадобится даже бля я не понимаю в чем фишка зачем продавать квартиру приветствую фабиан прайд рад видеть мне это в кулуарах говорят что вообще все началось с того что кто-то из серьезных начальников увидел это видео и как иногда у нас бывает из разряда наказать разобраться и значит все это началось с точки зрения того что только лет никому это видео было не нужно вот и видно кому-то на глаза она попалась и сказали серьезно разобраться вроде это нормально уезжать из рф ну может быть нормально так куда поедет ованыч здесь друзья у него питер нормас это не абсолютно не нормально я просто говорю как почему мне кажется это проект но смысле если его посадят если если его посадят надо то никуда не уедет к сожалению если не посадят надеюсь так и будет то тут хрен знает уже тут хрен знает зачем уезжать у него еще много таких видео если у него много таких видео тогда может быть логично может быть имеет смысл уехать из россии то есть как бы ну понятное дело а юрия и до ситуации со стасом и как просто были какие-то конфликты были разборки если уж кто-то прям хотел я думаю что мы намного раньше бы заявление написал это правда но мне кажется что причем об этой песне вот я думаю что поклонники юрия такие прям истинные которые прям внимательно следят за его творчеством я думаю знали прекрасно и до вот этой всей ситуации поэтому ну как бы на найти эту песню было я думаю бы несложно учитывая что где-то на каких-то перезаливах была но мне больше всего интересно первое почему это все так произошло быстро и сейчас почему следствие заняла выжидающую позицию потому что обычно когда ну вот по крайней мере даже по вот этим доказательствам которые вы недавно сейчас на своем стриме рассматривали у нас мне кажется серьезная проблема что следователь который ведет он достаточно молод и мне кажется что он все таки больше советует со своими коллегами постарше как себя вести в той или иной ситуации а может быть даже полностью получает от них так сказать вектор направления а коллеги постарше не совсем умеют разбираться в делах связанных с интернетом потому что когда не может не может быть такого правда когда знаете вот на суде адвокат предоставляет материалы дела флешку с видеозаписью задержания а судья говорит откуда эти материалы я почему вам должен значит нас на слово поверить где вы это видео взяли адвокат адвокат говорит это с официального сайта следственного комитета видеозапись потому что вы публиковали и он это к делу не прикрепляет и не приобщает хотя как бы то что касалось непосредственно апелляции мы рассматривали на последнем суде апелляцию а не само дело когда мы говорим о домашнем аресте а ну мы про это именно и говорили что все таки значит меру пресечения изменить вот эти последние два суда которые это не дело разбирали они разбирали именно меру пресечения где юрий сейчас находится и мы предлагали что если вы так что это не что можете рассказать интересного прозра стризм с точки зрения философии влияния на другие учения то что на поверхности обычно не лежит тандер стеавестийский блин фабиан прайд вот вы задали вопрос про тот регион и про ту религию о которой я знаю меньше всего как то ну как есть на религии о которых я еще меньше знаю но зороастризм никогда не был в зоне моих интересов как ни странно и никогда особо мне ну в общем то не заходил с другой стороны на территориях где был зороастризм там туда потом пришел ислам и этот ислам трансформировался постепенно в шиитский ислам то есть шиизм насколько я понимаю в разных своих проявлениях имеет элементы зороастризма и каких-то схожих видимо религий которые были там близко к нему что-то еще сверху сказать я не могу потому что буквально никогда этой темы не интересовался наверное самая такая вот прошедшая мимо меня религии из известных к сожалению но я не религиовед имею право как говорится и философии ну обычно канонически там не фиксируют то есть если мы будем говорить а если философы взороастризм если философы в буддизме да есть там дигнага там нагарджуна еще какие-нибудь ребята мы найдем кучу кучу разных ребят которые реально работали с разными темами типа теории познания антологии гносеологии доказывали кучу всяких вещей этика эстетика полный набор замечательных философских тем найдем вот так вот если у даусизма философия вроде бы тоже есть потому что есть и новые идеи и доказательства и какие-то аргументы что-то вот пытались ребята делать интересное сложное неоднозначное и как-то об этом беседовали постоянно да то зороастризмом вроде такой темы нет у ислама тоже свое что-то вроде в своей философии есть потому что он тоже большая культурная традиция вот такого же взороастризме вроде бы не фиксировали ну по крайней мере на курсе философии это не проходится и когда я восточку проходил тоже с философией там связей по большей части не находилась но тут такое но тут такое тут может быть это связано с тем что данная тема плохо изучена еще чего-нибудь еще чего-нибудь то есть может быть лет через 200 все будут говорить о зороастрийской философии великих мыслителях которые работали в рамках данного учения как там у нас есть мыслители которые в рамках христианской культуры работали может быть были такие зороастристы но пока что об этом говорить ночью не приходится особо видимо поехали дальше прошу прощения что так мало но вот не моя тема якобы опасного террориста так конечно быть не должно и все-таки сейчас он ну хотя бы должен находиться дома но еще раз подчеркиваю мне кажется что люди которые занимаются этим делом не совсем разбираются вот как где найти что что было 8 лет назад 10 лет назад и мы очень надеюсь вот сейчас богословы в кавычках богословы богословами а потому что ну наверное богословие это все же довольно христианское мероприятие господи еще кровище что ли а когда ее здесь посадил эту кровяку вот но чисто чтобы философия была это надо прям более на очень постараться понимаете есть люди у нас в европе которые в принципе считают что за пределами европы философии не было ну или если она и была то она из европы пришла и вернулась обратно в общем то в европу например в исламский мир перешла философия в виде перипатетизма аристотеля вернулась назад все в китае не было в индии не было тем более какой самобытной философии не быть не могло потому что философия это греческое слово там сидела ну как то так вот в такой таких условиях когда людям которым приходится конкурировать с европейской философии непосредственно да в доказательстве того что у них тоже была философия вот им в доказательствах очень много упрямок много приходится в общем-то вытерпеть и нацизм и национализм там но скорее национализм европейский им приходится терпеть и многие другие противные вещи и глупость людей которые ничего слушать не хотят соответственно зороастризма все еще сложнее потому что нет больших персоналей и философских которые бы придумали свои учения новые в виде были в египте в индии были в китае были в греции конечно само собой были а вот зороастризме я такого не знаю зороастризм культуре чтобы такое присутствовало в принципе все свелось к тому мы с адвокатами постоянно работаем все свелось к тому чтобы наконец-таки приобщили вот эти материалы дела которые вы только что сейчас разбирали вот и следствие занималось именно не получением благодарности сверху за значит поимку опасного террориста преступника а все-таки честно рассматривалось справедливое дело и если есть такие доказательства что это была песня спета именно в двенадцатом году так приобщить не не надо фабиан прайд английским владею но вряд ли смогу академический текст читать да есть мне его лучше подтягивать я вряд ли сейчас могу профессионально что-то разобрать на английском прошу прощения фабиан лучше не надо но вообще не надо потому что разбор будет довольно плохой материалом дела и тогда то есть волки сыты потому что она уже получается года три наверное с английским языком вообще ничего не делаю там в игры играю фильмы смотрю иногда на английском но разница между фильмом фильмом и книгой игрой и фильмом с субтитрами даже английскими и разница между ними и академической статьей просто колоссальная вот такие массивы текста воспринимать вычитывать на иностранном языке для этого нужен тоже опыт достаточно большой иначе сильно перенапряжение идет фильма смотреть все-таки проще я вмешаюсь можно я вмешаюсь я сейчас гараж не могу слушать потому что зачем-то сделается вид что в россии есть какие-то суды что они руководствуются каким-то законом и что это имеет какое-то да это мы ждали спасибо светов спасибо большое вот ради этого ради этого это все воспроизводится лутина такую же вещь говорила тем к тем вердиктом которые эти суды выносят понимаете а главная ошибка холландского это то что политические а не политические люди вообще не понимают и совершают ее снова и снова и снова что вместо того чтобы работать политически привлекать все максимальное внимание идет вот этот вот уход вот этот болото где мы начинаем обсуждать а как значит это у нас интерпретируется с точки зрения закона который в россии не работает мы через эту историю прошли только что вся страна три года назад когда в барнауле людей массовых сажали по 282 статье и сажали бы до сих пор если бы маша матузная не вышла на публично с а историю о том что с ней происходит и не начала говорить ребят нашей стране происходит кошмар да маша матузная что ли какой-то террористический акт совершил я напомню маша матуза на списке террористов находился может быть руслан закаловский у нас какое-то как вот преступление совершил который тоже на списке террористов на протяжении нескольких лет на частные примеры родился нет у нас нету законок которому в принципе частными примерами общие правила не доказываются вопрос о законе закон может работать неправильно главное чтобы он работал ну то есть в большинстве случаев так как задумано если этого не происходит тогда да плохо тогда можно говорить о том что закон не работает здесь надо дней через общие случаи доказывать а через статистику а статистику надо собирать статистику хуй по данному вопросу соберешь слишком сложно слишком много факторов к сожалению данное заявление она довольно тяжеловесное для доказательства хотя бы мало-мальского хотя бы чтобы мы могли сказать ну наверное да имела бы смысл апеллировать и любые попытки отвести разговор в сторону обсуждения законов обсуждения апелляции обсуждения вот какие-то адвокаты не те были не тот адвокат это адвокат который приходя сейчас к юрье холландскому не понимает что дело имеет политический окрас и начинает работать по бумажкам потому что она имеет политический окрас этот человек данный момент а теряет золото драгоценное время юры потому что во первых сидит сизо у старых потому что по мере того как время проходит привлекать внимание обратно к своей персоне хованскому становится тяжело это время которое он уже потерял три месяца до ли сколько там уже два месяца с лишним сидит по этому выдуманному обвинению вот это время до который назад уже не вернуть внимание общественности уже не вернуть общественность уже привыкла что юра сидит и она уже привыкла что на это никак нельзя повлиять самая грандиозная ошибка это всем блогерам которые нас смотрят это поговорю сейчас пожалуйста запомните самая грандиозная ошибка которую можете совершить попав ситуацию юра холландского это начать слушать вот эти вот значит словеса о том что сейчас мы подадим апелляцию сейчас мы мы значит договоримся сейчас мы значит пойдем в кабинет и этого не произойдет ваша единственная надежда ваша Единственная защита... Это Супермен. Это вызвать такой общественный резонанс, что вас сажать станет менее удобно, чем выпустить. Это помогло Руслану Соколовскому, это помогло Марии Матузной, а Юр Хованский сидит, потому что он... А будут еще примеры? Дурак этого не понял. Ну блин, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Светова большая проблема в том, что он риторикой в основном пользуется. Он бы лучше статистику подсобирал, подсобрал. Ведь он же эту хуйню и занимается уже миллиарды лет. Он эту хуйню уже миллиарды лет доказывает, как я понимаю. Вместо Соколовской и Матузной частные примеры мог бы подобрать примеры других дел. Энди Смит пишет. Ну по политическим статьям в России без вопросов захуярят. А вот в обычных делах бытовых, думаю, судей и полиция более-менее беспристрастны. Да, например, если уж мы обвиняем суды в том, что они хуйня полная, надо это доказать во всех случаях. Не только в политических. Во-вторых, у Хованского политическое дело или нет? Тоже интересный вопрос. Потому что здесь есть сомнение, что это политическое, не политическое дело. А закон в России никакого нет. И не слушайте людей, которые вам это сейчас внушают. А, ну если закон нет, значит почти либертарианство получается. Доказательство этого у нас сейчас 20 лет уже накопилось. Продолжайте. Благодарю, спасибо огромное. У меня три тезиса и тире вопроса. Во-первых, ты такая Маша Матузная. У меня такой же вопрос. Девушка, благодаря которой в нашей стране 282 статья была докриминализована, потому что она подняла медийную кампанию, когда начали заводить выдуманные дела за мемы ВКонтакте по статье обвинения в экстремизме. Сама стала экстремисткой, попала в список экстремистов, но развела достаточно высокую медийную кампанию для того, чтобы эта статья была докриминализована. Если вы как депутат Государственной Думы не в курсе этой истории, которая вообще-то повлияла на решение Государственной Думы, то вы, конечно, просто непригодны. Чё, блядь? Что нахуй? Что? Охуенно. Охуенно просто. Просто непригодны, блядь. Вы просто непригодны. Иди нахуй отсюда. Люстрации, блядь! Вы просто непригодны. Охуенно. Не знаешь Машу Матузную? Иди нахуй. Без личностей. Да, без личностей. Я хотел уточнить. И такие, блядь, лица сняли, и такие начали бесстрастно, как скептики, говорить. Без личностей, ладно, простите. Сразу же в голове такой образ. Смотрите, вы что предлагаете? Чтобы все фанаты Юрия Михайловича Хованского вышли к залу суда, правильно? Чтобы их задержало... Я сказал, что адвокаты, которые помогают Юрию Хованскому, должны понимать, что его дело носит политический окрас, должны понимать... Почему оно носит политический окрас, говорите? Ну, понятно, понятно, Фабиан. С помощью апелляции и работы по процедурам ему помочь ничем невозможно, и должны обращаться к медийной поддержке для того, чтобы его дело стало резонансным не только в России, а в мире, потому что в России справедливости сегодня, в 2021 году, добиться невозможно. И любой человек, который пытался это сделать, очень горько об этом пожалел спустя несколько месяцев. И Юрий Хованский об этом очень скоро пожалеет, просто поздно будет. Я с вами не соглашусь с точки зрения того, что сейчас мы поможем как-то Юрию, если мы постоянно будем выходить на улицы, и нас будут постоянно задерживать сотрудники ОМОН. Вы просто... Вы услышали, что я сказал? Нет, вы услышали, что я сказал? Я сказал ровно противоположное. Вы вообще не слышите, собеседник. Я сказал, что единственное, чем можно помочь Юрию Хованскому сегодня, это сделать его... Ну, здесь пацунады имеется в виду, что Юрий Хованский, ну, политическая статья, он типа против Путина или что-то вроде того, понимаете? Типа главный враг Путина, номер один, не только Путина, может, Единая Россия, главный оппонент или что-нибудь вроде того. Понимаете, политическая статья здесь имеется в виду, видимо, это, ну, потому что иначе, ну, терроризм, терроризм, докажут, не докажут. То есть здесь имеется в виду, что статья политическая, и его сажают не потому, что он террорист, а потому, что он что-то нехорошее сказал про наших политиков, так скажем. Вот. Вот, как-то так. Потому что иначе это высказывание, оно, ну, высказывание товарища либертарианца, мистера, оно не имеет никакого смысла. Понимаете, в чем дело? Да, Хованский вроде бы, ну, не противник Путина, то есть не главный враг Путина уж точно. Так что я в целом не понимаю, что здесь политического. Хованский вполне мирный с точки зрения политики персонаж. Насколько здесь политическая статья, я вот, честно говоря, не понимаю. Да, Хованский ничего плохого ни про Путина, ни про его друзей вроде бы не говорил. Ввиду этого какая политическая статья, непонятно. То есть политическая она только в том смысле, что пропаганда терроризма. Но, значит, она, ну, настоящая статья. То есть не какой-то дядя сверху пришел такой, блядь, меня оскорбил какой-то Хованский, давайте его разъебем. Нет, нет, по-моему, это нормальная статья. Там есть за что Хованыча подозревать, на самом деле. Но, с другой стороны, после расследования, я надеюсь, его освободят, потому что нихуя не виновен. Но, в принципе, вопросы возникнуть могли. В международном информационном поле. Это то, что помогло Руслану Соколовскому, это то, что помогло Маше Макузной, это то, что сегодня не помогает Юра Хованская. А можно кого-нибудь другого переначать? То есть два случая помогли кому-то, ну, замечательно. Юрий пишет. Как думаешь, почему Хованский продает свои квартиры? Говорят, он за границу хочет уехать. Ну, в чате, наверное, так. Сомневаюсь, что ему не хватает средств на адвокатов. Предполагаю, что он планирует эмигрировать из страны по выходу из тюрьмы. Возможно, Юрий так и есть. Может быть, после, вот если его отпустят сейчас после суда, может быть, он после этого захочет уехать. На самом деле, в таком случае он зря квартиры рано продает. Понимаете, в чем дело? То есть сейчас он продаст квартиры за 14, там, или за 24 миллиона, за сколько там, за 40 миллионов, неважно. А рубль упадет за годы его отсидки и пизда. Ну, то есть, серьезная проблема. Это будет реально серьезная проблема тогда для Хованского. Михаил и Василий. Михаил и Василий, пожалуйста, не говорите одновременно, потому что у Светова микрофон лучше. Поэтому, когда говорите одновременно, просто у Василия Максимовича выключается звук. Я ничего не делаю. То есть я сбалансировал, чтобы одинаковый звук был. Тогда, смотрите, вопрос один. Как сделать это дело более резонансным? Вот Ваше предложение. Третий раз повторяю. Выходим на улицу, снимаем штаны, а на трусах у нас портреты Хованского. И, короче, кричим, освободите Хованского и снимаем трусы в этот самый момент. И все, Хованский будет на свободе, я уверен. В этот самый момент. Повторить, давайте третий раз повторю. Ну, если так, Юрий, то да. Можно попробовать. Единственное, что сегодня может помочь Юрию Хованскому, это международный медийный резонанс. Потому что никакого закона в России не существует. Потому что никакого... Ну, в смысле, закона не существует. Если у кого-то что-то украли, помогут, наверное. Если кого-то убили, будут убийцу искать. Найдут, посадят. Не найдут, ну, бывает, не найдут. Что делать? Никакого закона в России нет. Тезис неправильный, скорее всего. Какой-то закон в России все-таки есть. Ну, да ладно. Вот суть. Независимого суда в России не существует. И единственное, это не... Ну, суд может быть независимый по разным вопросам. Если по одним вопросам суды зависимы, не значит, что они по другим не являются независимыми. Вот. Гарантия от того, что ему удастся помочь. Но гарантия, что ему не удастся помочь, это играть по тем правилам, которых нет сегодня. Юра Хованский сидит не потому, что нарушил закон. Юра Хованский сидит не потому, что... Ну, Юра Хованский нарушил, не нарушил в свое время, это, конечно, хороший вопрос. Но там очевидно, наверное, троллинг, там очевидно хуйня. Ну, то есть, блин, но не должен сидеть. По правде, он сидеть не должен, но подозрения мог вызвать. Поэтому неплохо было бы, да, посудить его немножко, да, там, не знаешь, трафик может выписать за хуйню. Но, блин... Драгон Сегулярити пишет, законы есть, но как работает, это уже вопрос. Но тут дело в том, что есть одни законы, которые вообще нормально работают. Какие-нибудь гражданские законы. Большинство, наверное, работают очень хорошо. Семейный кодекс хорошо работает. Вот, мужиков ебут вот так, так, с элементами. Да, он вроде еще в СИЗО, вроде никаких новостей, что он вышел, не было. Есть другие законы, там, с убийством связанные, с воровством. И так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, это просто неправда. Анти Смит пишет, до Светова, Навалима и так далее, выгодно говорить, что абсолютно все плохо. И в итоге дохуя таких последователей, которые ничего хорошего даже не пытаются видеть. Да, но проблема в том, что это очевидно и неправда. Спрашивай Светов тупой, как считаешь? Трудно сказать. Он либо просто ритор, то есть, он за ним, возможно, занимается просто риторикой. Проговариванием пафосных высказываний, чтобы произвести впечатление на толпу. Путин, да он ест младенцев и ебет, ебет стариков. Как бы вот, риторика у него идет такая, постоянно. Но, мы, кстати, не поддерживаем эту шутку. Это была шутка про Светова. Если что, Путин молодец. Старикам нравится, если что. А, ну, прошу прощения. Двойная постирония сразу же. Двойной слой постиронии намазывается. Ну, это просто неправда. И в этом проблема. Нам не нужно сдать какую-то дикую неправду. То есть, лучше бы они просто правду говорили. Хотя, правду мы и так вроде все знаем. По-моему, все с 2000 года, люди еще до Навального задолго, до его медийной карьеры, большой такой, они уже все знали, что путинское правительство, но коррупционно достаточно. Что все богатенькие ребята, вот эти вот, они живут хорошо, неплохо. У них там особняки огромные, денег жопой жуй. И им замечательно. И что они пилят деньги. И депутаты, даже не самые большие, нередко тоже пилят кучу бабла. По-моему, все это знали. Ну, просто пришли зумеры неожиданно, и такие, что? Путин ворует деньги. О, боже мой. Коррупция. О, господи. Да. И все-все такие, о, боже мой. Какой ужас. Он сидит не потому, что у него были плохие адвокаты. Он сидит потому, что его дело политическое. Потому, что сегодня за посты в интернете закрывают. Так понимаете, Мадлен Пай, проблема-то в том, что у самого ебаного Светова, у него либертарианство. То есть, анархокапитализм. Анархокапитализм. Он тоже анархист же, по сути. И проблема заключается в том, что вот у нас есть вроде бы государство с прописанными законами, у которых куча, 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 в общем-то, законов, которые реально работают. Ну, блин. Да, есть законы, которые хуёво работают. Есть плохие законы, буквально. Есть, есть, есть в российском законодательстве очень плохие, странные, дурацкие законы, которые работают, когда как. Ну, видите, Светов не получал, и заебись. Проблема Светова в том, что он не готов к серьёзным беседам, по большей части. У него всё на риторике держится. В этом смысле... А, он минорхист всё-таки. Почему он написан, что он мистер либертариан? Кто Светов? Кто Светов? Непонятно. Вы это прекрасно знаете. Теперь вы можете ответить на конкретный вопрос. Вот что должны сделать? А чему он в Европе учился? Людей только если наёбывать. Ну, то есть, риторика – это средство наёбывания людей, чтобы вы понимали. Вы говорите красиво, замечательно, хорошо, но при этом это никаким доказательством на самом деле не является. Вы просто склоняете чашу весов умнения народа в свою сторону. Народ, он не будет анализировать ваши слова. Вы скажете, что законы не работают, а люди такие... Да, и неожиданно. О, Господи, ничего себе. На них это произойдёт впечатление. Какие-нибудь яркие речи, грубые обвинения и вот такие вот штуки. Лев Николаевич пишет, риторика – средство донесения информации. Нет, риторика – это именно средство наёба людей, по большей части. То есть, человек, который хочет получить информацию реально, он будет внимательно читать, и на него риторика никак особо не повлияет. Риторика – это способ, скорее, эмоционального влияния на людей. И это, ну, это неплохо, но это плохо, когда нет ничего, кроме риторики. То есть, Лев Николаевич, понимаете, в чём дело? Риторика без всего остального – это наёб. Риторика со всем остальным, там, не знаю, с рассуждениями какими-то, с попытками что-то вот показать, рассказать, предоставить. Это, да, это может быть средством донесения информации, но только среди прочих. Как только мы решаем риторику всего остального, это просто средство наёба становится автоматически. Адвокаты, к кому, каким средством массовой информации они должны обратиться, чтобы про это дело начали писать? Что такое должно произойти? Они должны письма в РИА Новости написать? Во что? В РИА Новости – это информагентство, а не СМИ, поэтому... Ну, блин, я надеюсь, не ЦП он снимал. Но в любом случае, режиссёр, режиссёр – это хорошо. Немножко разные вещи. Вы три раза сказали, но... Я три раза сказал, я повторю в четвёртый. Обратиться к звёздам, обратиться к музыкантам, обратиться в международные СМИ, обратиться... Блин, обратиться к звёздам, я сразу астрологию лизарда вспомнил. Народные правозащитные организации обратиться в международные суды. Ну, для этого действительно нужно пройти процедуру, и она будет пройдена. Вопрос, будут ли обращения в международные суды. Если ему помогать будут такие, как вы, то, конечно, не будет, потому что мы знаем вашу политическую программу. Обращаться к международным блогерам в том числе, потому что блогерская солидарность – это то, что в мире существует. Если смотреть, как сотрудничают австралийский, английский, американские блогеры, это всё тоже есть, это ничего не... Ну, это люди из одной языковой среды, поэтому это не странно, что они сотрудничают совершенно. А когда люди разделены друг от друга языком, ну, они посмотрят Хованский, а там на английском языке есть материал его Хованского? Нет. Кто такой Хованский? За что его посадили? Да прочитают террорист на русском английском языке, террорист, прочитают и всё, ну, он террорист. Ничего не поймут. Как они будут разбираться-то в деле? Не происходит, и это главная ошибка, а то, что не позволит Юрию Хованскому спокойно из этой ситуации выбраться. Хорошо, мы обязательно обратимся ко всем видеоблогерам и попросим эту ситуацию поднять как можно выше в постах обсуждения. Не проблема. Вот я уверен, я не блогер, понимаете? И не популярный человек среди видеоблогеров. Я буду рад, если видеоблогеры будут эту тему качать, качать до бесконечности. У меня есть, послушайте меня до конца, я просто, у вас микрофон сильнее, вы больше намного говорите. Можно я закончу? Я молчал пять минут первые, если что, ну подождите. Хорошо. Я и скажу из того, что есть вот вотчина, связанная с адвокатами, апелляциями, с возможностью в рамках... Они клип его посмотрят, где он стреляет из пистолета. Бэнк, 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 батя в здании, бэнк, 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 готовьте задницы, террорист. А все такие, бэнк, бэнк, слышат англичане, что происходит. Он стреляет в людей. Песня про то, как он стреляет в людей. Бэнк, 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 дэди инзэ хаус, короче. Ларин из чушка ебаная. Ларин из факин чушка, короче. Ладно. Как бы вы это ни говорили про то, что суда нет, честного, пятое-десятое, при всех этих вводных данных я пытаюсь делать все, что могу. Понимаете? Если вы дополнительно к этому сможете еще поднять общественный резонанс, обратиться во все суды, Ну, Светов, он абсолютно не уважает оппонента. Это, конечно, видно. Сидит там, лыбится, хихикает, смеется. Вот такое вот. Такое вот. Перебивает, конечно. Ну, чисто такая политическая персона. И это, на самом деле, во многом печально. Потому что Власов, ну вот он здесь не занимается риторикой. Власов абсолютно спокоен. Он рассказывает, он беседует. То есть здесь не дебаты, здесь не то, кто кого там перекричит, перепердит, кто громче там насрет. Вот на стену, да. И размажет говно в виде формы там флага своего там Светов змеей. ЛДПР в виде гомиков каких-нибудь толстых, таких маленьких с крылышками. Ну, вы поняли, да, отсылочки? Ну, такое. Такое себе. То есть Власов здесь вообще, в принципе, нормально разговаривает. Чтобы обратиться в международный суд, надо сначала все суды здесь, в Российской Федерации пойти. И это тоже... Да, вы об этом сказали. Вы прекрасно знаете, что это как раз-таки работа адвокатов. Подавать эти, как вы говорите, плохие апелляции, которые не работают. Но эту процедуру необходимо пройти. Правильно? А вот давайте сначала эту процедуру пройдем, давайте сначала сделаем... Здесь нет противоречий. Здесь нету «это сделаем сначала, это сделаем потом». Эта процедура существует в конкретном вопросе подачи заявок в международные инстанции. Здесь нету порядка между «давайте мы сначала пройдем суды, потом займемся медийной кампанией». Я говорю, какая ошибка сейчас происходит на ниве помощи Юрию Хавацкому. Потому что когда там вынесут суждение Европейский суд или куда там будет обращение, мы уже к ним не очень прислушиваемся. А Юрий Хавацкий к тому времени уже несколько лет пройдет в тюрьме. Мы это все прекрасно тоже знаем. Поэтому я предлагаю вам, коль вы популярный блогер, нежели я, и вот господин Маргинал, пожалуйста, давайте сделайте общественный резонанс. Обратитесь. Юрий готов письма написать. Ну вы посмотрите, тот же самый Ларин, или тот же самый Илья, или тот же самый, не знаю, другие видеоблогеры про это и так уже высказались и сказали. Но они говорят регулярно об этом. Более того, у Ларина там каждое второе видео про Хованского теперь. У Мэдисона тоже много видео про Хованского, обмен письмами и так далее, и так далее, и так далее. А что не так-то? А кто должен помогать еще? Ну, то есть, друзья и так помогают. Много кто помогает. Чего делать-то? По-моему, много кто... Вы думаете, что каждый видеоблогер будет отдельно делать про Юрия целую передачу обращения официально? Я просто хочу понять. Я согласен с тем, что необходим общественный резонанс. Так возглавьте его. Давайте... Подожди, понимаете, в чем дело? Депутат не я в этой конфигурации. Я блогер, я про Юру Хованского расскажу. А депутат вы. У депутатов огромное количество международных рычагов. Если бы они хотели, конечно, заниматься политикой, я понимаю, что вам не очень хочется, но если бы хотели заниматься политикой, то у депутатов огромное количество международных рычагов для того, чтобы привлечь внимание для того иного дела. Другое дело, что наши... Каких рычагов? Депутаты этим заниматься не готовы. И не готовы этим заниматься... Ай, блядь, что такое депутат вообще, блядь, чувак? Ты определение депутата сначала дай и узнай, какие депутаты бывают и какие у них полномочия и возможности. Блядь, рычаги какие-то рандомные, абстрактные. Ну, то есть, блядь, пришел чувак и говорит врачу, знаете, знаете, друзья, вот вы врачи, у вас же вы, блядь, вылечить любую болезнь можете. Приходишь к хирургу, а он тебе вырезает коронавирус неожиданно, да? Вот, приходишь к хирургу и он справляется, потому что хирург молодец. То же самое сейчас он говорит Власову, который, наверное, нихуя не особо популярен, не особо модный депутат. Может быть, он там по какому-нибудь округу депутатит или еще по какому-нибудь там, ну, почему-то не очень может быть большому. По району там или еще чему-нибудь. Отлично. Можете, пожалуйста, сказать, какие у депутатов Госдумы есть международные рычаги? Ну да. Депутат, давайте так, от имени депутата Госдумы. Каждый депутат Госдумы имеет рычаг. Давай, какой? Думы можно обратиться в международные организации, которые будут вам прислушаться просто по факту того, что вы депутат Госдумы. Да, серьезно. То есть, главного законотворческого органа страны. Хорошо. Эти институты существуют по всему миру, депутаты во всех странах ими пользуются, кроме российских. Но мы, конечно, знаем почему. Хорошо. Можно вопрос тогда? Смотрите. Куда мне написать запрос? Вот вы профессионал же в этом деле. Давайте. Куда мне написать запрос, чтобы пришел ответ по поводу Юрия Михайловича Хованского? Какую международную организацию? Очень просто. Да, напишите какому-нибудь американскому сенатору. Блядь, да. Да. Американский сенатор какой-нибудь такой смотрит письма свои на гугл-почте. Приглашение от Росова на стрим совместный в спам. Приглашение от Светова, чтобы выебать моего ребенка в спам. О, депутат Власов, депутат Власов, Россия. Хммм, это надо обязательно прочитать. Это надо обязательно прочитать, действительно. Напишите французскому парламентарию, напишите английскому парламентарию, члену парламента Восьминства, напишите члену немецкого Бундестага. Они все вас послушают, вы депутат Государственной Думы, но вы этого не делаете. Почему, мой вопрос. Можно первое? Как они смогут на решение суда в Российской Федерации? А как они узнают, что он депутат Государственной Думы? Это будет по почте видно? Ну, то есть... Типа у депутата Власова написано, видимо, на почте депутата Власова. Причем желательно на английском, чтобы они поняли. Федерации, кроме как позицию... Вот, а это называется медийное давление. Это то, с чего мы начали наш с вами разговор. Что, единственное, что сегодня Юрий может помочь... Блядь, какие же сказочные взгляды у Светова. Просто пиздец. Ну, то есть, он предлагает Власову не заниматься делами, не заниматься юридическими проблемами, решением юридических проблем, а заниматься ебаным медийным пиаром среди сенаторов. Ёб твою мать, что ты говоришь вообще? При том, что этот пиар, скорее всего, никак не выгорит. Ну, просто никто письма читать какого-то рандомного русского депутата, коих миллионы, блядь. Сколько этих депутатов в Думе? Сколько депутатов в Государственной Думе? Давайте-ка узнаем сейчас. Сколько депутатов... Сколько депутатов в Государственной Думе? 450, блядь, человек! Вот каждый сенатор будет смотреть, и всем 450 человек, он всем им будет отвечать. Просто без остановки. Если они будут писать, там, у меня жопа болит, у меня Хованского посадили, у меня там еще что-то, еще что-то. Русские депутаты теперь узнали, что у них есть рычаги давления. Так, Юрий, понимаете, в чем дело? А кто будет читать эти ебаные письма? То есть вам пришло письмо из ебаной рашки неожиданно, какое-то имя странное, депутат Власов, или что-нибудь вроде того. Не факт, что вы вообще это письмо будете читать. Вы смотрите, а там какая-то хуета про какого-то хованского блогера. Что с этим делать вообще? И что я сделаю с этим, как бы? Вот я сенатора какого-нибудь города, Калифорнии, например, сижу такой. Ого, от имени депутата ЛДПР. А какая разница от чего имени? Писать блогерам от имени депутата ЛДПР. Понимаете, в чем дело? Я думаю, у Власова и так есть чем заняться, в том числе по делу Хованского. Лев Николаевич, понимаете, в чем дело? В этом вся проблема. Ну, то есть он должен взять, забить на все и писать от имени. Ну, секретаршу свою попросить занять, писать от своего имени всем блогерам, чтобы они записали видео. Просто так. Причем, наверное, половина блогеров просто Хованского не любит. Да непонятно. Понимаете, в чем дело, Лев? Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Ну, блядь, какая разница? Мне бы написал депутат ЛДПР, я просто удалил бы сообщение. Просто какой-то рандомный депутат ЛДПР пишет мне про чувака, который мамок ебал в свое время и выебал мамок всех там блогеров, которые были в свое время тоже достаточно давно. Я не понимаю, на самом деле, как это должно сработать. В принципе, резонанс можно раскрутить и без депутата Власова, потому что он, блядь, здесь вообще какое-то третье лицо, и он никак со стримингом не связан. И можно привлечь куда более, не знаю, эффективных стримеров, которые могли бы этим заняться, которые являются друзьями Хованского. Там Юлик, Хуюлик, прочие замечательные друзья. Но я думаю, все, кто могли записать видео про Хованского, уже записали видео про Хованского. Все, кто хотел записать видео про Хованского, уже это сделали. Куда еще больше резонанс? Ну вот кто будет? Инстасамка будет про Хованского рассуждать, резонансить будет. Ну, хер его знает. Такое себе тоже. Это международное или медийное давление, которое сегодня не существует. То, что Ларин записал какой-то отдельный ролик, этим давлением не является. Из России давить уже невозможно. Я просто исхожу из того, что я вот за делами, за некоторыми слежу уголовными и не слышал, чтобы депутат Бундестага как-то давил на решение, или депутат, как вы сказали, там, не знаю, сенатор какой-нибудь из Соединенных Штатов Америки, давил на... Вам напомните, я прошу прощения, вам напомню дело Пусси Райот, например, как оно развивалось, как Хилари Клинтон выступала в защиту, как в защиту выступала Мадонна. Вам напомните, как в защиту Рэнд Пол выступал, американский сенатор Рон Пол, кстати, выступал. Я могу это все вспомнить. Сразу, что вы этого не знаете. Мне кажется, вы повлияли на это решение. Мне кажется, наоборот, чем больше заступаются какие-то международные депутаты, организации за политика или блогера в Российской Федерации, тем больше, к сожалению, это мое мнение, у властей задача его, так сказать, посадить в тюрьму как можно дальше. Мне кажется, к сожалению... У нас опыт данный нам в ощущениях говорит, что просто это не так. Опыт данный Русланом Соколовским... Опыт данный в трех ощущениях. Буквально в трех. Охуенный у вас опыт в ощущениях данный. В трех ощущениях. Это, конечно, шикарно. Это шедеврально. Опыт данный Пусси Райет. Опыт данный, кстати, в том числе Алексеем Навальным, который, да, разумеется, сегодня сидит, потому что стал слишком большим, чтобы его можно было терпеть. Но очень долгое время, на протяжении больше, чем 10 лет, его защищало именно внешнее пристальное внимание. То же самое защищало Машу Матузу, неизбеженную фамилию, которую вы по какой-то необъяснимой причине не знаете. Единственная причина, почему дела по 282 статье прекратились в Барнауле, это потому что она привлекла к этому пристальное внимание международной прессы. Поэтому нет, вы просто говорите неправду. В России нет ни одного примера того, что человек бы, избирая медийность и медийной поддержки, получил бы более выгодное развитие своего дела, чем если бы он этого не привлекал. Просто ни одного такого дела говорит неправду. Ну, я... Ну, противоположные примеры три примера просто. Четыре. Четыре примера, охуенно. С вами не соглашусь, еще раз почерплю. Пример, один пример, один пример. Вот я назвал свои примеры, их много, я могу еще назвать. Ну, вы на один назовите. Ну, Навальный сидит сейчас. Вот Навальный, че. Ну, вот что, Навальный. То, что его защищали невидимые силы, хуй знает, это как бы вообще в принципе не доказано. А вот то, что он сейчас сидит, его убить, блядь, пытались даже. Ну, по-моему, видно это. Что скажем? Да, четыре примера, и один из них Навальный, которого посадили. Круть. Он стал слишком большим. Он очень большой. О май гад, Навальный, you so huge. Короче, о господи. Чтобы оказывались какие-то международные, значит, депутаты или еще что-то, чтобы Сергея Ивановича из Фургала отпустились, что ли? И из-за того, что они обратно президент или еще кому-то будет возможность... Нет, вопрос. Вы не должны привести пример. Пример Фургала, это пример... Вы мне должны привести пример. Понимаете, в чем дело, ребят? Частными примерами данное дело решиться не может. Потому что я думаю, если постараться, если бы Власов готовился к данному спору вот так вот здесь вот как... Если бы он вел вообще такую риторику, если бы он вел такую риторику в принципе, то в принципе он мог бы привести несколько примеров, я думаю, без проблем. Скорее всего, были такие примеры. Ну пусть и рай тоже сидели, да, кстати. Это как раз история, где человек не стал обращаться к помощи этих институтов. Я прошу вас привести пример, который бы вашу точку зрения поддерживал. Мы как раз-таки обращались много раз по поводу Сергея Ивановича во фракции Владимира Вольфовича. Соколовского тоже посадили. Я, кстати, на самом деле тоже не понимаю, в чем штука, в чем прикол, но ладно. Поступал. Ну у нас почти вся партия. Я думаю, кстати, Соколовский полный срок отсидел, ну или около того. Ну то есть, ну я хуй знает. Палы по этому поводу имела четкую позицию. Послушайте любое выступление в Госдуме, или радиоэфир. Как раз-таки наоборот. Все наши выступления по этому поводу пытались блокировать, и они особо резонанс там не вызвали. А вот чтобы... Был ли поиск в поддержке на Западе? Мы же с этого начали. Вы сказали, что это помешает. Я прошу привести пример, когда это помешало в России кого-то спасти. Мне кажется, чем больше будем обращаться. Ну это та же самая ситуация, Алексей. Вы не можете такой пример привести, правильно? Условный? Разве он не сидел? Стоп. Ну я и не могу привести пример. Я вам конкретный пример привел. Я прошу сейчас от вас то же самое. Я вам еще раз говорю. Мне кажется, что от этого толку никакого не будет. А, остальное, окей. Пример, конкретный пример. Когда это помешало? Один единственный пример. Когда помогло, я только что привел 4, могу привести еще 10. Не проблема. Давай 10. Давай 10. Статистику лучше, блядь, собирай. Нахуя тебе эти 5-10 примеров? Они нихуя не значат. Один пример, когда это помешало. Вы сейчас список не перечислили. Пусть и Райт, правильно? Кто там еще? Руслан Соколовский. Мария Матузная. Алексей Навальный. Хорошо. Этот список можно продолжать. Самые громкие дела. Просто если вы Матузную не слышите, то другие, которые будут вспоминать, вы тимоле не слышите. Можете послушать, пожалуйста? Если вы перечислили эти 5 фамилий, вы уверены на 99% или на 100% что именно из-за того, что какой-нибудь конгрессер в Соединенных Штатах обратился? Кстати, правильно Власов замечает. Ну, блин, блин, Светов очень низкопробный ритор, и это, конечно, сильно в глаза бросается. Он пытается давить риторикой. Вот Власов ему сразу, видите, возражение нормальное взял. А ты вообще уверен, что эти 5 примеров они произошли из-за того, что вот так вот, как ты думаешь? В Россию значит, эти дела пошли именно по такому пути. И они получили образный случай с Русланом Соколовским там условный срок. В случае с Марией Матусной мы можем это говорить однозначно, потому что дела прекратились конкретно после того, как она обратилась за международной помощь. То есть, один пример буквально, да? То есть, один рабочий пример. Угу. Прикольно. Сильно. Доказательства мы ее почти идем. Еще как-то международное внимание не было обращено. Потому что там прямо вот... То есть, один нормальный пример, который рабочий и несколько фейковых, которые, ну, непонятно. изучите дело Марии Матузной очень интересное. Странно, что вы не знаете. Мария Матузная обратилась в, значит, какую-то... Мария Матузная обратилась за помощью к людям, которые могут привлечь это внимание, и эти люди ей помогли. И в итоге 282 статья в России была декриминализована. Это история, которую депутат Государственной Думы должен знать. Она очень громкая. Матузная я услышал. Руслан Соколовский. Руслан Соколовский тоже самое. Человек попал в список террористов за то, что снял ролик на Ютубе и ловил покемонов. Единственное, что его помогло оттуда вытащить, это международное внимание к тому, что происходит с его делом. Почему единственное? Разве единственное? Блядь, а есть доказательства этому? Ну, то есть, голословное утверждение пока что похоже, а можно доказать? Я вот с трудом пока что... Международное внимание. Какое? Выступление конгрессменов, выступление международных блогеров. В какой-то момент имя Руслана Соколовского находилось на передовице всех международных газет. И это, разумеется, ему... Василий Максимович, у вас есть наушники? Потому что есть вариант исправить звук, просто вот если вставить наушники... Акселин. Я поэтому не внимал советам из чата, потому что просто наушники не всегда под рукой есть абсолютно. Понимаете, вот я с вами абсолютно согласен, есть видеоблогеры, и действительно согласитесь, что у Юрия много друзей среди вашего брата, да? То есть, так или иначе, там достаточно много популярных людей, которые выпустили ролики по поводу его и по поводу его защиты. Это прекрасно. Ну вот Хованскому пока не помогло. Давайте, да, международной организации какие-нибудь шадов. У нас шадовея здесь, да, у нас государство. Мы тоже давим на Путина всеми нашими силами, но не помогает. Это только поддержим. Я очень буду рад, если будут снимать еще ролики и какие-то намного более популярные видеоблогеры и не только знакомые с ними. Но так уж повелось, что я занимаюсь конкретно именно вот этой частью, которая вам, может быть, не нравится. И если кто-то должен заниматься, я пытаюсь своими запросами, я знаю, поможет это, не поможет. Я пытаюсь делать все, что... Я не популярный видеоблогер, поэтому я не могу обратиться к другим. Вы целый депутат, вам не нужно. У блогеров власти никакой нет. Власть у нас в ваших руках находится. Вы целый депутат. Власть, блядь. Просто власть. Да, мировая власть. Просто власть. Сила, мощь. Институциональная поддержка. Вы с помощью этой институциональной поддержки можете обращаться к международным институтам. Пожалуйста, сделайте это, если судьба Юрхованская вам действительно не безразлична. И улыбается, блядь, и улыбается, доволен собой. Вот это, собственно, и называется овнить. Это называется овнить, когда ты вроде наговорил хуйни полной, но как бы ты доволен собой, твои зрители тоже рады, там твои вот эти либертарианцы маленькие, они тоже ура, Светов заловнил, Власов там что-то мямлит, какая красота, и пошли в детский садик, пошли, ку-ку-ку-ку-ку, и побежали. Кстати, это тоже была риторика на самом деле, но вы понимаете, что это никакое не доказательство, но выглядит достаточно, ну, так себе. Светов почему-то решил, что он может любой ценой свою позицию продвигать в данном диалоге, хотя вроде Власов против него агрессии никакой не проявляет, что тоже так себе, знаете, против Светова имеет смысл проявлять агрессию, потому что, ну, Светов немножко радикальный человек, скажем так, крайне радикальный человек, со своими радикальными взглядами, с которыми имеет смысл спорить, и если с ними спорить, то надо делать очень жестко, потому что он сам жестко, ну, как бы он берет и просто типа овнет, он пытается показать, какой он доминатор здесь, главный. Вот чем мое обращение будет отличаться образно от обращения родителей Юрия или самого Юрия? Тем, что вы, как депутат Государственной Думы, главного законотворческого органа страны, можете обращаться на равных к политикам и депутатам, членам парламента других стран. Родственники Холландского, да, это одни из миллионов просто людей в мире, которые ищут поддержки у сильных мира сего, а вы депутат. А чего он взял что он может? Какой-то, блядь, мужик из 450 других таких же мужиков, почему он может, он имеет право, ну, это точно практически проверено, что он может это сделать? Хорошо, давайте с вами договоримся так. Значит, первое, я ни в коем случае не прекращаю деятельность в рамках моих официальных полномочий, я имею ввиду помощь. Так, Власов может попробовать написать, но я почти что уверен, что это не будет иметь никакого успеха. Кстати, ну, можно попробовать, можно попробовать, можно попробовать, но я вот что-то не думаю, что какой-нибудь сенатор какого-нибудь американского города будет отвечать Власову на его вопросы, связанные с неким Хованским. Вообще, сам запрос довольно кринжовый, довольно кринжовый запрос, не содержательный, не сильный. С точки зрения депутатских запросов по материалам дела, то, что касается... Я тоже не понимаю, что они смогут сделать. Вот мне, я какой-нибудь сенатор какого-нибудь города, мне пишет депутат Власов, здравствуйте, я депутат Власов, Российская там Федерация, Государственная Дума, мой адрес там, я не знаю, Дом Советов Хуетов Минетов и дно 50, в общем, запосадили моего друга, знакомого, там, пока за терроризм, хотя он не террорист. Он написал песню, но он не думал, что эта песня правдива, там, там, ирония, а иронию не выкупили, его сажают по политическому делу в России. Причем, понимаете, Власов-то он врать не будет, он, блядь, не знает, что это политическое дело, Власов не будет создавать резонанс. Вот Советов буквально, по-моему, предлагает взять и напиздеть в письме. Человека ни за что посадили, он ничего не делал, он не нарушал никакие законы, он не оправдывал своей песни терроризма, а в песне терроризм оправдывался, хотя это сделано с иронией, понятное дело, да, в песне, там хуйня вообще полная, плохо, что она не удалена, конечно же, жалко Хованского за то, что он не смог удалить, да, а сенатор прочитает сообщение Власова, типичного, такого обычного мужика, и подумает, что, блядь, за хуйня, а Светов предлагает, видимо, пиздеть, Светов предлагает, видимо, пиздеть, чтобы сказать, политическая статья, Путин подобрался сзади к Хованскому и такой, новичком ему в нож, в спину, блядь, из новичка, газы, блядь, просто и отправил его в тюрьму неожиданно, злой Путин, господи, мы живем в стране, где нет закона, происходит ад и тирания, пожалуйста, сенатор, спасите нас, русских, окажите давление, напишите вашим городским стримерам, чтобы они, да, известный оппозиционер Юрий Хованский был признан террористом, ну, блядь, просто смотрите, если Власов будет писать то, как он думает правду, это, ну, сенатор такой, ну, привет, привет, Власов, привет, да, и пока, простите, я ничего не могу с этим сделать, а если поступать как Светов, ну, просто надо пиздеть будет, нагло, чтобы хоть какой-то резонанс приобрести, но это будет дело из-за лжи сплетеное тогда, значит, того, что следователи и следственный комитет не приобщает материалы дела, ну, потому что это в рамках моих полномочий и компетенций, пока что было два суда, которые касались непосредственно меры пресечения, когда будет касаться, и когда будет в августе назначен суд, который будет касаться непосредственно самого дела, если его результаты не устроят, Юрия Михайловича Хованского, я по вашему совету обращусь, и я с удовольствием от вас получу список, как вы считаете, кому лучше обратиться среди наших международных партнеров и коллег. Обращайтесь. Согласен, Юрий, там у вас время уже будет поздно помогать сюда. Да, хорошо. Еще раз, мне, послушайте, вы сказали, теперь, если позвольте, я просто свою точку зрения скажу, и, возможно, мы на эту тему конкретно, как привлечь внимание к ситуации с Юрией, я думаю, что мы закончим. Мое мнение, еще раз подчеркиваю, мое мнение, вот я сейчас захожу в новостную ленту, да, открываю, пиздец. Я тут крыжовый, пиздец. Вести Хованского. Да? Сейчас какая главная новость? Ну, в новостях просто. Я введу Хованского, я просто не понимаю, к чему это, к тому, что про Хованского в России пишут, про Хованского в России пишут. Но просто что пишут, понимаете, вот. А давайте узнаем, что пишут про Светова. Михаил Светов. Что первым выпадет? Михаил Светов. О? Так. Есть ли что-то? Либертариан Светова арестовали на 9 суток. Михаил Светов, член Либертарианской партии. О, кстати, блин, у него про него на Википедии написано. Лоу. Прикольно. Нифига себе. Я думал, он просто тролль малолетний. Причина его продажи квартир. Понимаете? И все-все-все пишут про его квартиры. Понимаете? Ни одного слова про то, что он принес свои извинения. Или ни одного слова про то, что он, значит, к делу не приобщаются материалы дела. Мне кажется просто, или мы можем с вами к этому... К делу не приобщаются материалы дела. Что такое? Что мы обратимся к популярным видеоблогерам, они скажут, Юрий Михайлович, Хованский популярный человек, давайте ему поможем. Но, к сожалению, это ничем хорошим не закончится. Как вы считаете? Сейчас я не только вам, зрителям Анатоле, объясню, как работает вообще внимание медийное. И почему я говорю, что скоро Юрию Хованскому в принципе помочь будет невозможно. Потому что внимание человеческое, оно встает. И власть это очень хорошо понимает. Она прекрасно понимает, что и на Навального внимания будут меньше обращать по мере того, как он будет продолжать сидеть. И на Юру обращать внимание будут меньше по мере того, как он будет сидеть. Потому что единственная вещь, которая будет принимать во внимание новых людей, это какие-то новые инфоповоды. Вот инфоповод, что Юру Хованского Посадили ни за что, да, это инфоповод Который стухает на наших глазах Инфоповодами становится, ой, он продает квартиру Ой, он там написал Написал какое-то письмо Ой, там, значит, кто-то про него что-то сказал Сам Юра, и то, что он сидит, уже никого Интересовать не будет, потому что Это станет уже данностью данного ощущения В части такой окружающей реальности Блядь, данная, как он заебал С этой данностью данной в ощущениях Заебал просто эту хуйля Ааа Все, поехали дальше Так они не били, что ли? Били В уши ложь, да, вот эту сладкую патоку О том, что сейчас, значит, юристы пошли в апелляцию Сейчас, значит, мы в суде порешаем Сейчас мы отправим депутатский запрос Нужно не депутатские запросы было А развивать, а обращаться за помощью В те институты международные Которые, в принципе, в России хоть на что-то повлиять могут А в том числе медийные Потому что изнутри России Эти проблемы уже давно, к сожалению К трагичному сожалению, уже давно не решаются Вы только что сказали, что в международной инстанции Ну, по крайней мере, то, что мы говорим про судебные инстанции Необходимо обращаться после того, как уже будет Это не единственная международная инстанция Которая существует Ну, хорошо, мы будем куда еще обращаться? К политике? Еще раз, конечно Вы депутат, вы можете налаживать отношения на равных с депутатами, политиками других стран? Это ваша прямая функция вообще Да, вот Рэнд Пол приезжал в Россию Он общался в России с какими-то оппозиционерами Общался в том числе с губернатором Петербурга Встречался в Москве, там с кем-то я сейчас не помню Неважно, да Вы можете делать то же самое Для того, чтобы помочь своему другу Своему бывшему помощнику Человеку, о чьей судьбе вы якобы переживаете Да, вот это делается так Но вместо этого вы сейчас рассказываете о том Что вот сейчас, значит, мы пройдем инстанции И подадим европейский суд, может быть Это ваша позиция, еще раз подчеркиваю Я много людей видел, которые и слышал Которые говорили, что я там недостаточно чего-то делаю Вот вы прекрасно сейчас на стриме рассуждаете Вы за это время что сделали, чтобы Юрию помочь? Вот вы популярны Ооо, аргумент, а что ты сделал? Вот здесь Власов уже проседает на самом деле А что сделал ты? А что сделал ты? А Светов-то что вообще? А кто ему Хованский такой? Да никто С чего он должен что-то делать? Видеоблогер Вы сделали какие-то... Я, во-первых, начнем с того, что у меня была организация Которая могла бы Юрию помочь Но которая была разбомблена Сейчас, за последний год В результате политических репрессий Которые развернулись в стране Так что власть не в моих руках концентрирована Вы депутат, вы человек, который отвечает за ситуацию Вы депутат, а вы блогер А вы депутат, а вы блогер А у тебя, а у меня... О, злой, блядь О, нахуй Уф В нашей стране не я Ко мне его родственники обратились Я ему стал помогать Я был у него три раза все Ну, вот теперь Власов, да, решил немножко сбавить обороты Но у него были хорошие вопросы Ну, в любом случае, в любом случае Ситуация-то сложная, непонятная И у меня большие подозрения, что это нифига не политическая статья То есть я не думаю, что Хованского кто-то куканет за счет того, что у него неправильные политические взгляды Даже наоборот, у него слишком правильные политические взгляды для нашей страны Я был у него два раза на суде Он даже не ебет детей, какой ужас Как можно себе представить оппозиционера, который не ебет детей О, Света засмеялся над моей шуткой, смотрите С адвокатами То, что в рамках, еще раз подчеркиваю, закона я делаю Если я буду переступать закон, послушайте меня до конца И проводить несанкционированные акции возле суда Фраза прозвучала за весь разговор только из ваших уст Обратите внимание только из ваших уст Какая фраза? Фраза про несанкционированные митинги Эта фраза ни разу от моего лица не прозвучала Я сказал Налаживайте диалог с международными институтами С международными политиками, с депутатами Депутаты помогут вам выйти на звезд Которые привлекут внимание журналистов Которые привлекут внимание Депутаты помогут вам выйти на звезд Которые помогут вам я представляю сейчас какая там суперзвезда современная какие сейчас суперзвезды английские есть американские я просто вообще не в курсе кто сегодня и звезд знаменитых присутствует вы там рэпер дуал шок и хуй знает я уявил free хованский free хованский персу ебанский fucking dog fucking dog хованский let's free fucking dog fucking dog хованский йоу-йоу билли айлиш да например бенедикт кимбербэтч free хованский free хованский please please путин free хованский все будут во в мире вот эту хуйню твердить да заебись общественности мировой это единственное что сегодня в россии в принципе какое-то влияние имеет я просто считаю что это будет неэффективно еще раз говорю это ваш пример да давай еще два примера да кинь на те же самые давай мир того когда это когда удалось помочь иначе вы приведите если помню я же вас один пример просил один единственный берешь просто по процедуре и проходишь и возможно хованского даже не арестуют в смысле арестуют его возможно освободят скорее всего он пройдет по процедуре и он будет в итоге свободен не вот такой пример все за энд политичности данной статьи я не вижу но в смысле политичности не то что терроризм до политическая хуйня но я не вижу что именно вот за этим какие-то политики еще стоят да снимут фильм противостояние хованский против ларина еще раз я вам говорю если помала андерсона вы высказаться по поводу ситуации с юрий хованским я не думал андерсон на сиськах портреты сделает хованского с надписью фрихова и будут петь песню и будут вместе петь песню фрихова фрихова на прям все новые новости будут про это говорить вы считаете что если а юрий выскажется брэд питт конечно будут если а юрий выскажется а нахуя брэду питу это господи боже анджелина джоли разумеется будет том круз разумеется будут ну что зачем обманываете людей же можете обратиться к брэду питу и к анджелине джоли чтобы вы понимаете вы а нахуя депутату обращаться к анджелине джоли и брэду питу что какая-то мощь определенная есть депутата да джон дой все будут петь песню слова кпсс фрихова и не будут мыться пока его не отпустят да это кайф вот это сильно вставай с колен немытая россия стоп что это у него в руках анальная смазка что это вы предлагаете чтобы депутат мы обращался с американским звездам так еще и с таким пожилым нет ни книг звезд пожилой брэд пит хорошо а не звезда вы обращаетесь к политикам о политике уже помогают вам вы найти выходы на поле ты обращаешься к политикам о политике у меня есть политик отвечает американский у меня есть в общем человек который поможет и такой брэд пит потом блять что тут вообще делаю как нахуй хованский чё блять происходит нахуя что это вообще такое что за бред блять тут проблема еще может заключаться в том что хованскому если мы хотим политически давить к нему мало кто будет испытывать ну такое вот сочувствие что ли но просто хованский местами виноват же но он он за свою жизнь много хуйни сделал в той же самой россии хованский но много с кем враждует и враждовал и до сих пор враждует в этом смысле он довольно в проблематичной зоне находится и если люди увидят кого они поддерживают это может тоже большой резонанс сделать негативный против уже хованского то есть хованский в отличие от многих других людей довольно сомнительная персона как ни странно по ряду таких параметров то есть у него есть у него и у него были свои зашкварики такие да панасенко епифанцев тут тут в принципе много проблем может быть из чего это вдруг люди должны вступаться за хованского какие-то актеры приветствую адам варбок вообще в принципе что происходит я не совсем понимаю родных звезд так работает мировая политика вообще это помогу так записывай мировая политика работает с помощью звезд астрология видимо я надеюсь ну просто астрология даже лучше звучит данном случае опусе рает это до последнего до последнего времени пока он слишком большими стал помогал навальному помогло руслану соколовском это помогло маша матузной это помогло всем кто этот путь прошел у вас для этого есть все необходимые ресурсы вы ими не пользуетесь и моя задача сейчас объяснить аудитории что вы могли бы но не хотите я к сожалению понимаю что вы аудитории только говорите что вы такой хороший что вы все знаете но при этом ничего не делаете сами понимаете вы только говорить ну нахуя власов нахуй ты пошел в эту сторону я бы просто забил на свет вот диалог весь ни о чем слава богу все это скоро закончится сейчас это говно да что мы не будем смотреть это говнище до конца меня это радует больше всего проблема заключается в том что в принципе отчет вы не делаешь а ты чё не делаешь у тебя все ресурсы нет у тебя все ресурсы нет у меня у него все ресурсы у кого там все ресурсы а чё там все ресурсы еще 6 минут ой все ресурсы у кого в руках ты депутат а ты блогер а у тебя волосы длинные у тебя нос краси кривой блять и поехали спорить а у кого власти больше да лев это правильно несостоятельная штука ну власов пойти он не просто плохой ритор вот смотрите давайте он так объясню лев власов плохой ритор и пытается хуйню делать а светов он хороший ритор но он пиздобол к сожалению то есть он любыми способами он любыми способами пытается продвинуть свою линию даже если эта линия ну вообще никакая кринжовая у него у него было десять примеров перечислил он только два рабочих 33 рабочих примера это один из них вроде бы точно как бы сыграл так по тем правилам по которым говорит сам светов только один один пример по-настоящему рабочий чё там с соколовским что там с этими с пусть и райт действительно ли основное влияние на вот то что произошло сыграла мировая общественность или нет это интересный вопрос я бы хотел доказательств я бы хотел узнать так ли это или не так потому что ну просто примеры ничего не говорят мне сами по себе как зрителю по крайней мере я сидел и мою организацию разрушили я делал пока это было возможно а вы находите в государственной думе вы облачены властью и вы не делаете ничего и сейчас обманываете юру хованского что юре хованского можно помочь пользуясь российскими законами и процедурами которые существуют в российском суде вы понимаете насколько это ложную картину мира вы его транслируете я ему эту карту между прочим первое во вторых вы врете еще раз я вам говорю что не хорошим если будем постоянно обращаться в какие-то международные инстанции это дело и ситуация не закончится я должен действовать в раме один пример один пример вы должны были за весь разговор один пример привести и вам ни разу этого не удалось один пример когда дело хорошо закончилась в пользу в общем подсудимого без привлечения иностранных источников почти любой суд вообще любой суд практически любой российский суд который закончился позитивно все закончилось я бы я привел пример это так так работает ну то есть вот вы не совершали убийство вас обвинили в убийстве и без привлечения иностранных завиост вас оправдали потому что недостаточно доказательств все я разъебал только что этого с этого или нет ну мало не мало ну вот кучу примеров то есть мало сотни наберутся панасенко понимаете в чем дело мы же тут без статистики разбираемся мы что просто так вещая просто с кондачка вот с кондачка вам пример любого дела которое в россии заканчивается позитивно ну то есть оправдательным вердиктом все почти любое дело которое заканчивается оправдательным вердиктом скорее всего происходит без привлечения иностранных каких-то звезд и так далее так далее так далее на самом деле насколько парадоксальную хуйню светов задает понимаете проблема еще в том что светов это задается таким пафосом что это может но оппонента заставить опешить что 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 делать какой пример какой пример какой пример какой какой конкретный пример и ты не знаешь какой конкретный пример потому что ты ну не следишь за всеми делами которые происходят если тебя в жизни не происходило каких-то судов и ты ни с кем не судился и ты никого не судила тебя никто не судил и тогда этого их родственников никто не судил ты скорее всего какой-то конкретный пример не назовешь а если так задуматься это же очевидно любой любой просто любой любой оправдательный вердикт здесь подходит да потому что иначе получается что в каждом оправдательном приговоре замешаны иностранные политики и звезды что происходит что заведомо звучит как теория заговора ну или просто кринж где электричество так подождите простите почему почему ты так вещаешь плохо что с тобой не так подруга зачем вы обманываете людей пример пример того это помешало и пример того когда человеку удалось помочь без привлечения этих институтов ать когда человеку удалось помочь без привлечения этих институтов всегда при любом оправдательном вердикте при абсолютно любом оправдательный вердикте все победа съели тебя заживо просто Единственный пример я вас попросил. Я такими делами, к сожалению, не слежу, когда... То есть вы выдумали, то есть ваш тезис не подкреплен вообще ни одним примером, да? Вы его просто выдумали. Послушайте. Но у тебя одним. У тебя тезис подкреплен одним примером. Это не намного лучше на самом деле. Лол. Давайте логически рассуждать. Я, типа, с самого начала. Правильно? У меня есть определенные... Платят облаченной власти. Так, вы это сказали, я уже слышал. У меня есть определенные полномочия, верно? Их очень много, да. Это прекрасно. Я думаю, что ничем хорошим не закончится, если я буду обращаться в международные инстанции какие-то. При том, что у меня есть непосредственно здесь, в Российской Федерации, рычаги помощи Юрию Михайловичу. С точки зрения закона, действующего закона. Если ко мне, дослушайте только до конца, обратились его родители с жалобой на следственный комитет и на следственные действия, которые происходят. Я считаю, я обязан отреагировать на это и написать депутатский... Это вообще мистер и мид не менее убедительно, чем то, что ему помогли голливудские звезды. То есть можно также сказать, что мы попросили лизарда сделать расклад на Таро, до Таро, не знаю, астрология, что-нибудь угодно. Любой расклад, хуято. И звезды помогли, в общем, Соколовскому освободиться. Вообще все, что угодно можем здесь привести. Я сделал сальто назад, когда Соколовского посадили, и это помогло. Корреляция налицо, по-моему. Вы можете привести один пример, когда вам не помогало мое сальто назад? Какие запросы? Вы, наверное, человек, юрист, все-таки, наверное, да? Вы знаете статус депутатского запроса. С чем депутат может помочь человеку, который находится сейчас в СИЗО? То, чем депутат, очень важная мысль, то, чем депутат может помочь, не ограничивается депутатским запросом. Когда вы делаете вид, что ограничивается, вы вводите аудиторию в заблуждение. Я хочу, чтобы аудитория понимала. Вот вы популярный видеоблогер, вы говорите тому, обратитесь к этому. Ой, вы депутат, вы популярный... Все, дальше они теперь у них заело. Теперь они будут спорить, кто из них там депутат, кто популярный видеоблогер, у кого какие средства. Нет, ты должен помочь. Нет, ты должен помочь. Нет, ты должен помочь. Нет, ты, блядь, нет ты. Нет, я, нет, он. Кто-то должен, блядь, помочь Хованскому. Заебали. Вот ты виноват. Вы кому-то обратились, вы собрали, вот я за этой идеей... Я не власть в России, вы власть в России. Вам открыты все дороги и все двери. Мне они закрыты. Я в этом году отсидел только 30 суток, вы понимаете? Придумывайте. Ну вот зачем вы придумываете? Я вам говорю, что я не популярный видеоблогер. Вы, возможно... Вы, депутат, вы гораздо больше популярного блогера. Вы... Ну хрен знает. Целый депутат, понимаете? Блогеров миллион. Депутатов чуть больше 200 штук. Какая-то 450. Я всем блогерам обращусь за помощью, чтобы они максимальный резонанс этой ситуации сделали. Вы думаете, что это поможет делу? Я вам сказал, я вам инструкцию целую дам. Вы пишите своим коллегам в других государствах. Говорите, вот в нашей стране такая беда. Пожалуйста, чем вы можете нам помочь? И вы получите от них ответ... Ничем! А вы получите от них ответ. Не можем вам помочь. Идите прочь. Нормально. Привет, я вам даю гарантию. Это инструкция. Это ваша привилегия как депутата. Я принесу, они скажут, что нам ответ от депутата Шотландии. Ну, образно говоря. Вот я перейду в суд конкретно. Что нам депутата... Ответ от депутата Балагарии. Просто весь мир поет. А суды... Весь мир поет. Фрихова. Фрихова. Следующая манипуляция происходит. Вы делаете вид, что в России есть закон и есть суды. И суды, которые на этот закон опираются. Это не так. И это любому человеку, здравомыслящему в России, давным-давно известно. Да-а-а-а. Но выходит, что здравомыслящие люди, это только либертарианцы, наверное. Любому человеку, который с судом в России сталкивался. Поэтому нет. Влияние будет достигнуто исключительно с помощью давления медийного, которое в том числе в первую очередь сегодня можно организовать только, к сожалению, из-за рубежа. Это вина, конечно, действующей власти, отношения к которой вы имеете. С чего вы решили то, что только из-за рубежа должно быть какое-то давление? С того, что вы не смогли привести ни одного примера, когда произошло иначе, потому что... Охуе ты голос, блядь, повышаешь на меня, пиздюк, сука! А, блядь! Молчать, мразь! Сука, блядь! А что он голос повышает, серьезно? Странно. По-моему, очень странно. Повышать голос на человека в данном случае, когда ты сам хуйню несешь какую-то дикую. Я спросил за время этого стрима несколько раз это сделать. А почему он должен знать примеры буквально практически любого позитивного разрешения, любого дела? Ну, я не знаю, кого оправдывали, кого оправдали. Давайте посмотрим, кого оправдали, кого оправдали в суде России. Кого оправдали в суде России. Почему суд присяжных? Вот, оправдал террористку, как ее зовут? Вирус Засулич. Что? Это не то вроде, да? Это было раньше. Так. Так, так, сука, суда оправдал полковника МВД оправдали, смотрите, видите? Оправдали полковника МВД. Вот пример. Какой-то полковник МВД, давайте назовем. Вот, без привлечения каких-либо источников. Вынесли оправдательный приговор, фигура, это дело о взятке. Ну, вот видите, оправдали же человека без привлечения. Вот, Адама, я хутля. Вот, оправдали же человека. Оправдали. Молодец, молодец. А полностью оправдан, я считаю. Не без привлечения иностранных звезд, сенаторов. Ничего не понадобилось. А, ну это полковник МВД, но в любом случае это его рассуждение уже уничтожает. Павел, прокурор сказал, что мы оправдали убийцу. Почему люди не хотят становиться присяжными? Так. Так, 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 так. Сейчас, да не, просто любое дело. Оправдательные вердикты. Так, оправдательные вердикты. Так. Так, 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 так. Сейчас найдем. Светову нужен конкретный пример, чтобы его оспорить в дальнейшем. Так, пусть оспаривает все примеры, которые есть. Понятно, что это невозможно, но мы просто берем любой суд и все, оправдательный приговор, просто смотрим. Не вижу сейчас просто в чате, ну, наверху, на поверхности, чтобы они были, эти оправдательные вердикты. О них, видимо, не очень много пишут. Да просто кого угодно оправдали без привлечения иностранных чуваков. Все. Пиздец. Конец. Наши российские видеоблогеры, если вы человек, который... Наши российские видеоблогеры находятся под страхом того, что они окажутся на месте Юры Хованского, как и наше все гражданское общество, как вообще все граждане Российской Федерации под ужасом живут во всем 20 лет. Понимаете? У них абсолютно не то влияние, во-первых. Во-вторых, у них абсолютно не то положение. Потому что если кто-то начнет вписываться за Юг Хованского, вот два года назад я мог санкционированный митинг провести, да? Все санкционированные, подчеркиваю, санкционированные. Не санкционированные митинги я в своей жизни не проводил. Все санкционированные митинги за последние несколько лет проводил я. Вот раньше была такая возможность. Проводил и я. Сегодня ее нет. Все санкционированные митинги проводил я, а все несанкционированные не я. Существует, просто не существует. Из последних 40 заявок на митинги было согласовано ноль, которые посылались. Поэтому не нужно, еще раз повторяю, переводить внимание и ответственность с блогеров, которые вообще никакой власти не имеют, находятся в праве потенциально Юра Хованского, с депутата Государственной Думы, человека, который имеет непосредственное отношение к работе с действующим правительством. Мы уже перешли на... Ну, во-первых, необходимо доказать, что его посадили по политической статье, и он невиновен. Понимаете, в чем дело? Кто будет вступаться за Юру Хованского, хотя нихуя с ним непонятно, с этим Юрой Хованским. Джон Дой пишет, да, ты не проводил несанкционированные митинги, но ведь ты на них ходил. Ну, бывает, и каждый из нас не без греха. Если сам Джон Дой безгрешен, первым кинь с этого камень. Критику абсолютно всей власти и Российской Федерации. Нет, мы перешли к реальности. Мы описываем, вы спрашиваете, перекладываете. О, мы перешли к реальности. Друзья, на этом видео закончилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!